Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я начинаю прямой эфир. Прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня мы продолжим тему той предвыборной кампании или предвыборной махинации, которую затеял Назарбаев. Сегодня мы обсудим о тех кандидатах, которые будут сейчас выдвигаться Ахардой. Это подставные кандидаты. Также, каким образом эта власть будет продвигать нового кандидата Даригу Назарбаева. И я хотел бы еще раз озвучить, что должны делать мы, демократические выборы Казахстана. Потому что сегодня мне в Инстаграм эти вопросы задавали. А что нам делать? Как реагировать? И так далее. Вчера я, в принципе, частично это все озвучил. Но сегодня я хотел бы погрузиться в детали, более подробно изложить развитие нашей организации. Сегодня я разместил пост и рассказал, как начинается кампания Ахардой. Многие из вас, конечно, еще не осознают в полной мере, что сейчас спящие агенты Ахарды начинают шевелиться. И они готовились давно. И готовились давно на именно такого рода акции, как выборы, якобы выборы президента Казахстана. Я предлагаю теперь более внимательно наблюдать за некой Алией Садарбаевой. Не потому что она какая-то выдающая и так далее. А потому что это один из, скажем, расчехлившихся агентов Ахарды. И мы проанализировали ее страницу. Вы тоже можете зайти и понять, и убедиться, что это подготовленная фигурка кукла у султана Назарбаева. Здесь начинают опять задавать вопросы, почему поменяли министра обороны и так далее. Я вчера это уже озвучивал. Любой министр, правитель на султана Назарбаева ничего себе не представляет. Это люди без своего мнения, у них нет своих программ, за ними нет партии, вообще ничего нет. Это просто люди лояльны на султана Назарбаева, которые собираются его обслуживать. Поэтому я не вижу смысла обсуждать, кого, куда, как поставили. Это называется стакан в стакан заливать, ерундой заниматься. Поэтому давайте мы это не будем обсуждать. Никакой министр обороны не может против нас воевать. Министры никто, депутаты никто. Это куклы. Они все выполняют роль марионеток муслтана Назарбаева. Поэтому, ребята, становитесь быстрее грамотными, учитесь. И узнавайте реальную нашу политическую систему. И знаете, что у нас единственный, кто рулит страной, это султан Назарбаев. И все его окружение просто ему подносят услуживательные решения, которые будут направлены на продолжение и укрепление его власти. И все. Поэтому не тратьте время на каких-то министров, вице-премьеров и так далее. Никто из них ничего не решает. Потом еще когда кто-то говорит, вы, наверное, слухи, начинает свои выводы делать. Еще раз. Ребята, в любом деле нужно быть профессионалом. Надо знать лично политическую верхушку. Лично надо знать людей. Когда вы такие вещи, комментарии пишете, не зная, не как устроена система, не зная лично султана Назарбаева, не зная, как устроено правительство, как функционирует, все это выглядит не очень убедительно и аргументированно. А я, в свою очередь, все эти вещи очень хорошо знаю. Поэтому, когда вы такие комментарии пишете, вы всегда имеете в виду, что если ты не профессионал, то лучше не высказывайся, лучше спроси. Вот. Поэтому все эти ваши тут комментарии, я вижу, они выглядят не как комментарии профессионалов. Итак, если вы зайдете на страницу этой некой Алии Садырбаевой, вы увидите у нее там тысячи лайков, несколько сот минимум перепостов. Она нападает на власть, критикует. И совсем недавно она ставила за спиной фотографии на султана Назарбаева, была за власть. И тут вот в последнее время у нее начала риторика меняться. Начала критиковать власть. Это вкупе с тем, что я до этого озвучивал, рассказывал вам про Акима Южно-Казахстанской области Тюмиваева, где местная газета написала, что вот достойный кандидат в президенты. И другие, всякие еще вы увидите, я вам походу еще много что покажу. Признаки говорят о том, что именно в этом году будут серьезные изменения политические. Я просто вас обучаю и показываю. Вы должны научиться видеть все эти знаки, которые видны многим, кто понимает, как развивается политическая система при султане Назарбаева. В нашей стране за простое, скажем, хождение в синей одежде, в синей футболке, или там, например, с нашими синими шарами, приводит к тому, что полиции задерживают. В нашей стране просто достаточно, как вот сделал Евгений Кровец в городе Павадары, сделал шутливое видео, где он там голос звучал, кто за бесплатное образование, и он в синие перчатки руку поднимал, и у него устроили обыски, он не критиковал, не писал жесткие посты и так далее. И вы видите, что у него начались огромные проблемы. А здесь некая Алия Садарбаева и пинает власть, и критикует, притом это буквально в последнее время все началось именно такое активное. И она ходит, получает лайки и все прочее, и у нее нет никаких проблем. Вот именно из этого вы должны исходить, чтобы понимать, что вот эта очередная кукла Мастултана Назарбаева, которая будет скоро вброшена. Это манекены, которые заговорили. Я сегодня написал в пост еще раз, что Назарбаев будет выдвигать на позицию второго человека в государстве, Дарьгу Назарбаеву. Вот под эту преемницу он будет рисовать конкуренцию, конкурентный фонд создавать. Еще летом в 2016 году на Петербургском экономическом форуме он там сказал, что есть такие подготовленные женщины, и что женщины так же, как мужчины, могут быть президентами страны. Поэтому, чтобы в числе кандидатов не была одна Дарьга Назарбаева, как женщина, сейчас вы очень скоро, в ближайший месяц-два, увидите. Будут раскручиваться кандидатуры женщины, будут раскручиваться разные кандидаты в президенты, как Аким Южно-Казахстанской области и другие подставные лица. И вот Алия Садарбаева, спящий агент, которая давно готовилась, и вот она будет использоваться властью, говорит, что вот у женщины несколько детей, она переживает за страну, вот она критиковала, и вот ее тоже будет выдвигать, чтобы создать конкурентный фонд, якобы Дарьге Назарбаеве. Я все это говорю для того, чтобы вы умели видеть, видеть действия власти, предугадывать. И это нам всем поможет при развитии демократического выбора Казахстана, поможет строить ячейки, поможет быть грамотными, поможет читать действия властей. Соответственно, мы должны опережать эту власть по нашим действиям. Кстати, вы, как выяснилось, что вот это обращение по проведению митинга по стране, вот в Алма-Ате и других городах в числе подписантов, та самая Алия Садарбаева. Мы в ДВК не делали этого так, чтобы кто-то брался, написал заявление о проведении митинга в наших городах. Почему мы это не делали? Во-первых, потому что это не нужно делать юридически, потому что Казахстан подписал соглашение, в котором брал на себя обязательства выполнения международных соглашений, где, говорится, никаких специальных разрешений на проведение митинга не должно быть, как в собственном мире это устроено. Это уведомительный принцип, а полиция должна защищать. Вот. А теперь посмотрите внимательно. Мы, опасаясь, что наши представители, если бы подали бы такого рода заявления, мы понимали, что их власть начала бы сразу преследовать. А тут Алия Садарбаева и еще некоторые товарищи написали заявление с требованием проведения митинга против министра внутренних дел. И у них не было никаких проблем. Да, им не дали разрешения на проведение митингов, но они засветились. Везде даже информбюро, сайт власти написал об этом. То есть вы все по этим признакам можете легко читать действия власти. Здесь я видел в комментариях, люди пишут, будут выборы, мы не пойдем голосовать. Ну, скажем, это, наверное, очень мужественный шаг. Наверное, требует мужественных решений. Наверное, страшно не идти на митинг. Вот. Я приветствую такие подходы. Чтобы вы понимали, я сейчас саркастически говорю с иронией. На самом деле, я сейчас хочу сказать, что мы должны делать, как мы должны действовать. Я вчера, в принципе, озвучивал, но сейчас я хочу погрузиться в кое-какие детали. Я вчера говорил, что нам нужно срочно создавать как можно больше ячеек по всей стране, приглашать в состав своих ячеек тех людей, которым мы доверяем, которых мы знаем, которые нас не подставят. И эти ячейки необходимо создавать по всей стране. И в таких городах, как Атарау, в средних городах, количество ячеек должно быть не менее 100 человек. Соответственно, 500 человек будут у нас присутствовать, наших активистов в одном таком городе. Если каждый из них приведет за собой 5-10 человек, то митинг точно состоится. Тогда на митинг появится от 2,5 до 5 тысяч человек не менее. Соответственно, если мы такое ядро сумеем организовать, то они вовлекут на эти акции и других людей. Тогда митинги реально состоятся. Это я предлагал механизм проведения новых митингов, когда люди снова и снова спрашивают у меня, когда будут проводиться следующие митинги. А в таких городах, как Астана, Алмата, я вчера озвучивал, количество ячеек должно быть не менее 200 человек, вот 200 ячеек, чтобы в этих городах у нас было не менее тысячи наших активистов, которые приведут за собой, соответственно, по 5 человек или по 10. И мы знаем, что ядро этого митинга 5-10 тысяч будет. Тогда мы уверены будем, что эти митинги состоятся в тех или иных городах. Это очень важное решение. Я еще в прошлом году озвучивал, нам нужно не просто собирать миллион сторонников, но и по всей стране построить ячейки, чтобы управлять этими протестными настроениями и протестными массами. Все должно быть организовано, должна быть дисциплина. Это все должны сделать ячейки, наши ячейки, которые подготовлены, которые знают, какой цели мы добиваемся, какую страну мы хотим построить. Это наш авангард, это будущая политическая элита современного Казахстана. Но сегодня я хотел бы еще объяснить, что за ячейки, что они должны делать в регионах. Дело в том, что на меня сейчас очень много людей выходит и спрашивают, вот у нас есть ячейки, что нам делать? И вообще, что мы должны делать, когда власть объявит эти выборы? Просто не идти на выборы или вообще что делать? Вот в этой связи я хотел бы прокомментировать наши задачи, что мы должны делать. Во-первых, ячейки нужно создавать в регионах в каждом городе. Штаб будет общаться, фиксировать, что в том или ином городе есть такое-то количество ячеек. Будет статистика. Я вчера получал от руководителя ячеек сразу телефон, имя, фамилию, отчество, такие детали. Ребята, нам это не нужно, чтобы завтра вы не обвиняли кого-либо в предательстве или подозревали, что у нас в штабе попали какие-то агенты и так далее. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы на нас вышел руководитель ячейки, под ником, дал четыре свои контакта, которые тоже составляют его, входят в его ячейку. И эти четыре человека под никами, нам не нужны их телефоны, ничего. Нам нужны ники. Они подтвердили, что именно этот человек является руководителем этой ячейки. И все. Это как первый этап для того, чтобы мы могли запустить работу закрытого чата, в котором будет находиться руководитель ячеек. Еще раз повторяю. Не присылайте нам свои телефоны. Не присылайте нам свои настоящие имена. Присылайте нам свои только ники. Что должны делать ячейки? Мы, когда фиксируем ячейки по регионам, мы обращаемся к руководителям ячейки в следующем предложении. Чтобы вы изучили ваш регион, ваш город, вытащили те проблемы, которые волнуют жителей этого региона. Например, высокие тарифы на электроэнергию и тепло, экологические проблемы, высокие цены на ту или иную продукцию. Проблем в регионах много. И вы, как активисты, тогда классифицировав эти проблемы, разобрав, что такие существуют проблемы, или нашли сами эти как проблемы решать, или обратили в штаб, мы вам поможем, чтобы вы озвучили алгоритм решения этих проблем. Тогда вы начнете активно действовать, выходить на акимат вашего города, области, выходить с предложением, приглашать людей, чтобы они приходили на эти встречи с акиматами. И вы там будете озвучивать свои идеи, свои предложения, и таким образом завоевывать авторитет. Потому что, когда завтра произойдет смена власти, вы будете знать все проблемы региона. Вы будете не просто знать, вы будете знать, как их решать. И именно вы станете лидерами у себя в регионе, станете руководителями, станете локомотивом решения этих проблем. Но это не нужно ждать, когда демократический выбор Казахстана придет в власти. Это можно делать сейчас. Тогда, решая эти проблемы, вы очень быстро наберете авторитет и наберете большое количество сторонников. И мы будем в состоянии поднимать региональные проблемы разные и проводить тельные акции, митинги и так далее. Мне здесь вопрос, а Павлодар не будет митинговать? Ребята, вы слушайте, пожалуйста, мои эфиры. Митинги будут по всей стране. В любом, в каждом городе, в каждом. Но для этого мы должны подготовиться. Мы должны организовать ячейки. Вот эти ячейки в том же Павлодаре могут и должны выявить проблемы региональные. Именно на эти региональные проблемы приглашать людей участвовать в тех или иных акциях протеста. Но для того, чтобы люди вам поверили, вы должны показать себя. Вот вы, как руководитель ячеек, вы не будете заявляться, что мы ячейки ДВК. Нет, вы не должны этого делать. Вы просто, как один, скажем, из жителей этого города, области, будете поднимать тельные проблемы, приглашать людей, чтобы они присоединились к решению этих задач. И таким образом, очень быстро наберете политический вес в регионе. И завтра, когда вы будете делать призыв поддержать ту или иную акцию, например, митинг, то очевидно, что люди вас поддержат, потому что они вас знают, потому что вы решаете региональные проблемы. И таким образом, мы, развивая сеть ячейок по всей стране, активизируя наши ячейки на решение местных проблем, добьемся того, что эти ячейки станут влиятельной силой у себя в регионе. Тогда вы, как лидер этой ячейки, при этом никто не будет знать, что вы лидер этой ячейки, вы просто наберете политический вес у себя в регионе. И не один, а у вас будет десятки лидеров. И тогда, я уверен, что под ваши голоса, под ваши призывы, местное заселение придет на тельные акции, как митинги или другие акции, они придут поддержать авторитетного человека. И вы можете стать авторитетным человеком, решая местные региональные проблемы. И мы вам из штаба поможем разобрать ту или иную проблему, дадим вам предложение, как ее решать. И если будет необходимо, мы из центра вас поддержим. Поддержим, найдем такой способ, чтобы вас не цепляли, что вы, как представитель ДВК, а именно, как местный активист, который болеет за проблемы у себя в регионе. Именно таким образом мы добьемся влияния авторитета наших активистов в регионах. И именно это приведет к тому, что по призыву не ДВК, не штаба, а именно по призыву региональных лидеров люди будут выходить на тельные митинги. Поэтому, ребята, создавайте ячейки. Раз. Выявляйте местные проблемы. Два. Находите решение. Обращайтесь в штаб. Мы вместе с вами каждый регион буквально сепарируем и разберем. Разберемся коммунальными проблемами, с дорогами и с другими. И вместе отработаем. Вы напишите программу. Программу, которая решала бы тельные проблемы. Мы вам дадим рекомендации. И вы очень быстро наберете политический вес в регионе. И таким образом будут тысячи сторонников, именно ваши сторонники. Вы завтра их призовете, чтобы вышли на поддержку ваших программ, программ решения таких проблем. И, соответственно, тогда митинги реально будут проходить при большом стечении народа. Теперь, когда власть осенью активизируется, в ближайшие пару месяцев они объявят выборы или какой-то другой механизм, который фактически позволит дорогие Назарбаевы занять вторую позицию после Назарбаева. Активизируется политическая жизнь. Пресса будет притворяться, что она демократическая, будет критиковать власть. Появится очень много кандидатов, которые будут мочить режим. То есть фактически создается благоприятная ситуация для нашей деятельности, для деятельности активистов, для деятельности ячеек. Именно в этот период вы, как руководители ячеек, как активные граждане, можете выдвигать тельные проекты по решению местных проблем. Именно в это время вы можете быстро набрать политический вес у себя в регионе и таким образом стать влиятельным человеком или влиятельными лидерами. То есть пришло наше время для того, чтобы мы могли его использовать, активизироваться, не опасаясь репрессий, потому что будут разные кандидаты от власти, будут выходить, выступать. И если власть будет оказывать давление на вас, то вся эта предвыборная суета будет подорвана, подорвана самой властью. Поэтому у нас сейчас есть хороший шанс двигаться открыто. Поэтому когда кто-то говорит, что я просто не пойду на выборы, это не решение проблемы. Наоборот, нам нужно активно использовать, приходить голосовать против, набирать активистов, которые тоже будут голосовать против этих кандидатов. И когда власть будет фальсифицировать, это приведет к тому, что мы здесь скажем свое слово. Мы выведем на улицу десятки тысяч людей. Именно в этот период наши активисты должны завоевать доверие нашего народа. Мы сейчас активизируем работу всех наших чатов. Нам нужны админы. Как я говорил, мы сейчас должны набрать 100 админов. Эти админы будут тоже в числе тех людей, которых мы будем готовить. Эти админы, если они себя хорошо проявят, затем займутся другой деятельностью. Более сложные, более интересные, более ответственные. Я еще раз хочу сказать, те админы, которые себя проявят, работая в этой сфере, также руководить лечеек, это наша будущая политическая элита. Будущая наша политическая верхушка, которая своими руками построила свое будущее, завоевала авторитет у народа. Поэтому, ребята, выходите на наш, наших админов. Мы собираем минимум 100 новых админов. Минимум 100 новых админов, которые завтра будут наиболее подготовлены, потому что админы должны знать программу демократического выбора Казахстана. Они должны знать структуру, они должны знать все наши идеи, знать, выслушать голосовые сообщения и должны уметь агитировать, приглашать новых сторонников. Это очень хороший шанс поднять свой уровень и войти в число будущих политических лидеров страны. Поэтому, ребята, еще раз, создаем ячейки ДВК, набираем политический вес у себя в регионе, выходим на штаб, составляем перечень проблем, которые есть в регионе, продумываем, как их решать, начинаем действовать. Региональных проблем у вас много. Таким образом, вы набираете политический вес и осенью до конца года у нас есть окно, когда мы можем быть активными, привлекать наших новых сторонников. Мы в этот период будем организовывать акции протеста, разные митинги, выдвигать тех или иных людей тоже на то, чтобы они участвовали на выборах. Будем их поддерживать явно, не явно, разными способами. И нам нужно вот эту ситуацию использовать для того, чтобы мы привлекли в наши ряды сотни тысяч человек. И, как обычно, власть будет фальсифицировать. Именно фальсификация на выборах приведет к тому, что у народа будет повод выйти на массовые акции протеста, как это в свое время было во многих странах. В Грузии фальсификация на выборах в 2003 году. В 2004 году в Украине фальсификация на выборах вывела на улицы миллионы. Это даст нам новую возможность добиться смены режима прямо в этом году. Здесь у меня написано в обращении сегодня о том, что состоится прямой эфир, каким образом мы должны использовать активность аккординских так называемых кандидатов, кавычки. Эти кандидаты будут критиковать власть. Мы тоже выдвинем своих кандидатов, неявных, которые не будут говорить, что они в ДВК. И тоже они могут критиковать власть, и власть будет терпеть. Это приведет к тому, что наше общество политизируется, и мы тогда получим шанс вывести людей на улицы в этом году легально, легитимно и добиться смены режима. И надо воспользоваться активностью так называемых кандидатов Афхарды. И ясно, что у них риторика будет критическая. Они будут критиковать власть, как бы набирать очки от народа, быть народными так называемыми кандидатами. Но это будут фальшивые, подставные. Вот как Аким в Южно-Казахстанской области, или вот как Алия Садырбаева. Этим надо воспользоваться. Давайте мы это все сделаем. Здесь мне задают вопросы, будут ли получать зарплату админы. Нет. У нас есть только идейные люди. Те, кто хочет изменить страну. Мухтар Аблязов не должен никому зарплату платить. Все эти изменения нужны народу Казахстана, а не одному Мухтару Аблязову. Мы никому ничего не платим. Мы здесь собираем идейных людей, которые хотят изменить страну. За деньги можно всю страну нанять. Но нам такие люди не нужны. Нам нужны идейные, те, которые хотят нормального будущего для нашей страны. Почему я говорю, что это новая политическая элита? Новая политическая элита, которая невозможна купить. Они не будут участвовать в коррупционных схемах. Они будут строить новую страну. Новую, продвинутую демократическую страну, некоррупционную. Поэтому денег здесь не ждите, ребята. Здесь собираются люди идейные, которые хотят изменить страну. Поэтому давайте заниматься предметно. Создаем ячейки, выходим на штаб, свои имена, фамилии не пишем, только ники. Четыре человека из пяти вот в этой ячейке должны сообщить, что действительно они подтверждают, что это лидеры их ячейки. И таким образом мы начинаем формировать закрытую группу для будущих лидеров страны. Ребята, я, в принципе, сегодня свою позицию озвучил. Объяснил, что должны делать ячейки, на кого выходить, какая задача у наших ячеек в регионах. Объяснил, какие должны быть админы. Рассказал о целях и задачах Ахарды. Объяснил, что мы обязательно должны воспользоваться итогами выбора. Мы обязательно должны идти на выбор и голосовать против. Мы будем выдвигать тех людей, которые также будут активно критиковать режим, как ахардинские кандидаты. Мы должны воспользоваться тем, что как раз в этот момент будет активная политизация населения. Пресса, все будет задействовано, телевидение. И активность в целом в стране повысится. И мы должны воспользоваться, сказать свое слово, и добиться смены режима, активизировать наш народ, разоблачить режим. Вот что мы должны сделать. Вот сегодня в собственном резюме этого прямого эфира. На сегодня я свой эфир завершаю. Сау Воленсдар. До встречи в следующий раз в эфире.